Привязывают к машине, ногой к фаркопу, и по лесу ездишь, по шишкам. Хотели просто посадить тебя на деньги с воздуха. С ним мясо привозили в магазин. Работники, все своим знакомым раздавали мясо, продавали сразу же. До прилавка уже ничего не доходило. Деньги были, нечего было купить. Никто в жизни никогда не поверил, что в 90-е возили сигареты с Германии продавать в Литву. И это было нормальное вещество. Вот здесь, допустим, кого-то там ломают, по какому поколению долго. А тут мы разговаривали. Да, очень было жестоко, за машину давали 7 лет. Все, кто продавал в Горюны, ему платили дань. Тогда не было понятия, братки какие-то. Ну, мне просто сказали, говорит, хорошо, нет проблем, можешь ничем не заниматься. Поехали. Повезли меня в лес. Дали лопату. Говорит, копай. Я, ну, копаю. Копаю, говорю, блин. Глубоко копается. Смотри, говорит, чтоб тебе легче. Ну, как удобнее будет лежать. Ну, я уже, блядь, с таким чувством попал. Это был не страх, это был... Мол, ладно, блин. Раз уж так. Просто, ну, что ты уже сделаешь в этот момент, когда я на тебя наставлю наружу? Глубоко ты убежишь? Начала приняться милиция в полицию. Начали бобики перекрашивать. Все развязалось, всех развязались руки. Начали творить, что хотят. Ну, что хотели, делали люди. Сначала с боязнью все это происходило. Потом это уже началось происходить. Уже, блин, уже страха не было. Потому что полицию можно было купить. И она была куплена. Притом взятки брали там космические. Там за убийство мог бы я мог откупиться спокойно. Если у тебя деньги есть. Мы были не из богатых семей. Ну, дети нам было, блин, по 13-14 лет. Ну, надо было как-то выживать, значит. Что делать? Когда начали появляться уже в магазинах, вот эти вот новые шоколадки, те же самые жвачки. Жилю детям, хотелось это. Ну, как-то, может, дети были, ну... Мы уже как-то мыслили по-взрослому. Что-то надо было делать. Потому что, если у родителей просить денег, это было очень трудно. Потому что родители тоже работали там с трудом. Там и работа пропадает, начало, и все. Было такой период, что, когда еще девальвация была с рубля, когда переходили на талоны. Талоны потом... И потом с талонов налиты. Эти вагнорки были. Так... Деньги были, только купить не было. Не было, нечего было купить. Был такой момент. Заходишь в магазин, пусто. Вообще ничего нет. Там... Ну, у меня было это. У меня отец там в Поблату мясо. Мясо доставал в магазине мясном. С ним мясо привозили в магазин. То работники, все своим знакомым раздавали мясо. Продавали сразу же. Оттуда прилавка уже ничего не доходило. Такие были времена. А потом уже начали эти кооперативы открываться. Уже кодолиты появились. Уже первые. И начали вот эти вот... Все вот новые, новые. Что-то вот после Советского Союза. Мы там видели, блин, эту жвачку. Трепорационка, или как она называлась? И риски. Которые, можно, зубы было бы сломать. А тут новое все. Что-то новая жвачка. Что-то одежда новая. Что-то начало появляться. И... Хотелось это. Всем хотелось. Кто-то мог позволить там какую-то купить. Но вот... Мы не могли. Ну и... Началось это. Надо. Прям попробовать, знаешь. У многих такое было, что шоколадку там на четверых в 90-е делили. Знаю, чтобы попробовать. Когда не только так появились. Там лимонад, это, кока-кола, там, фанта. Ну что, решили как-то делать там какие-то копейки. Что-то где-то вытаскивать. Как-то отнимать. Как-то обманывать кого-то. Ну, потому что, блин, ну как... А про работу вообще-то мне была речь, не думать. Там... Мы могли просто посадить тебя на деньги с воздуха. Тебе предъявить, что ты должен деньги мне с воздуха. Мы могли бы ничего не делай. Вот мы сидим с тобой вместе. И я хочу от тебя деньги достать. Путь такой был. Тебе дают, допустим, лид. Ты без задней мысли говоришь, зачем мне лид. Ну, на, говори, лид. Говорит, может, пойдешь купить что-нибудь там вкусное. Завтра дашь, там, два. Он мыслит, что он завтра что-нибудь там. Или лид 50 и завтра дашь. В основном так. Делись на такой. Лид 50 и верну обратно. Хорошо. Ну, все равно завтра что-нибудь прокручу, что-нибудь сделаю. Знаешь, там, что-нибудь сворую, что-то там отниму кого-то. Ну, давали тебе лид. И на следующий день ты просто не появляешься. Потому что зачем мне тебя искать? Если ты мне должен, ты мне должен искать, правильно? Я тебе должен, я тебе должен искать. Да. Все. Я не появляюсь. Я тебя хоть и вижу где-нибудь, но я тебе на глаза не появляюсь. Проходит неделя. Ну, ты мне уже должен, уже 5 лидов. Приходишь к нему, ты мне должен 5 лидов. Почему? Ну, так вот наскакало. Каждый день по 50 копеек там или по лиду наскакало. Все. Отдаешь. Не, а если не будешь отдавать, то будут очень большие проблемы. Тебя там могут побить. Побить это в лучшем случае. Могут, знаешь, еще повесить выше. Либо передать этот долг кому-нибудь, допустим, я должен кому-то тоже там 10 литров. И я там передаю старшим ребятам. А те уже там не чикаются. Там уже по-другому все это делается. Привязывают к машине, ногой к фаркопу и по лесу ездишь. По шишкам. Это хорошо летом, а если зимой? Зимой катаешься, когда под куртку снег заваливается. Очень приятное ощущение. У меня, конечно, такого не было, но я слышал, как его накатали и как это было. Это считался чистый рекет. Потом вот эти вот люди, которые занимались рекетом, они придумали уже где-то 95-й год. Они придумали такую схему, как выбивать долги. Это очень, кстати, чуть ли не как контора. Вот сейчас они открывают эти кредиты и когда выбивают это. Тогда было так. Допустим, из простых людей. Допустим, ты мне одолжил каких-то 3 тысячи долларов. Или я тебе предложил 3 тысячи долларов, и ты не можешь отдать месяц не отдаешь, два месяца не отдаешь. Я говорю, ну, мне уже нужны твои деньги. Ну, мои деньги забрать не надо. Ты вот, ну, вот подожди еще, подожди еще чуть-чуть, там, неделю, там, допустим, вот сейчас я сейчас тут сделаю дела и адам. Ну, ты уже не можешь, в конце концов, ждать. Сидела группа людей, которые, вот, я их видел, этих людей. Общался с ними, друзья такие, детство. И они вот так делали. Приходят к ним, допустим, я прихожу, вот ты мне должен 3 тысячи долларов, да, допустим. Они говорили, хорошо. С меня они не брали ничего. Они рады были, что они получили заказ. Я говорю, вы сможете от них выбить мои 3 тысячи? Они говорили, да, может. Я говорю, примерно сколько? Ну, занимало двух дней до недели выбивание. Они уже, у них были знакомы на границах, ребята были. И если они их узнавали, потому что там куплено, там куплено было, все выезды куплены. Если они узнавали, тут же летела машина, забирала оттуда. Ну, это было только единичный случай. Один такой хотел бежать в Польшу, вот он задержали. Та же самая полиция была куплена. Было просто купить кого угодно. Ну, в итоге, да, в итоге ловили человека. Там применялось все средства, что есть в инструментах. Не было, конечно, этих, там, как говорят, там в 90-е были утюги, паяльник. Такого не было. Это так, вымышленные. Это может где-то в России где-то кто-то сделал, делал это или еще что-то. Нет, там шли молотки по коленям, там шли, там пальцы выламывали. Ну, собственно, ты через два часа находил сумму уже не 3 тысячи, они говорили тебе, 5 тысяч. Ты 5 тысяч за 2-3 дня мог надалживаться из всех, чтобы тебя только не искалечили или еще что-то. И они забирали 5 тысяч, отпускали, тебя отпускали. Ты уже не придешь по лицу жаловаться, потому что там все куплено. Ты придешь, заявление напишут, да, хорошо, мы будем искать. Да я не выкину вот это заявление, там уходило вот так вот. Деньги, они брали 2 тысячи себе и 3 тысячи отдавали мне, и все. И они таким образом привлекали себе клиентов, понимаешь, эти люди. Ну и вот так вот. Было такое, я зашел в подвал, как раз кого-то они там допытывали, еще что-то. И это было нормально вещей, вот здесь, допустим, кого-то там ломают, там, по коленям долго. Тут мы разговариваем, тут он орет, там ему глотку затыкаешь, чтобы он не орал. Мы тут разговариваем, другие дела как-то бы, ну, разъясняем. Но это было в те времена, сейчас это дико звучит, но тогда это было нормально вещей, там, знаешь. Было такое, что и до трупов доходило, но это уже не у этих, у реки-то не доходило до трупов. То есть он ходил у других, которые там сделки какие-то были, еще что-то там, там, блин, есть такой в ИКС, такой был он, где-то что-то пили, поссорились в квартире. Он порезал их всех, в колодец выкинул. Блин, никто не знал, где там месяца два, наверное, никто не знал, куда они пропали. А единственное, если бы он там, блин, он порнул одного из каких-то там братков, был на этой пьянке, и если бы мне эти братки не начали бы там шукать, искать это все, знаешь, там, то, наверное, бы так и не нашли бы никого. Потом уже нашли бы там четыре трупа в колодце, знаешь. Ну, что дали человеку там сколько, 21 год? Как можно было стать братком, я не знаю. Тогда не было бы понятия братки какие-то, знаешь, там, тогда были просто, блин, пацаны, которые занимаются своим вещами, там, не было такого, что... Вот, и я хочу там братком стать. Нет, там собиралась группа людей каких-то, под кем-то они там ходили, старшие, которые имели больше власти, и они как бы там все друзья, там, не было такое, это, может, в России были там вот братки, что-то. Здесь нет, здесь как-то попроще это все было. Там, стать, войти в это ВПГ, вот это вот, как бы, наш этим стать, ну, там... В 90-е, наверное, там процентов 15, наверное, из 100, которые только не стали этим, а так все занимались какой-нибудь деятельностью. Я не знаю, как уже вот старшие ребята делают, они уже там ходили по магазинам, они там уже там дань собирали, вот это уже. Я в это не лез, потому что это не мое дело было. Если ты не лезешь ни в свое дело, ни суешь нос, куда не надо, занимаешься своим делом, платишь хорошие деньги там своей крыши, которая тебя крышует, ты живешь нормально. Ты можешь заниматься чем угодно, ты можешь там продавать наркотики, ты можешь продавать оружие, ты можешь там делать, главное, чтобы ты платил кому-то постарше, у тебя была крыша. Если вдруг на тебя кто-то наедет, у тебя есть кому позвонить. Привет, люди, и помогут тебе. Собственно, ну как помогут? Конечно, за определенную плату они еще помогали. Но в смысле было... Смысл в том был, что ты не боялся чем-то заниматься. Потому что если ты знал там одних ребят постарше, те старше знали других ребят постарше, а те старше, которые еще старше знали ментов купленных были все, понимаешь? Ну, круговорот, это было все схвачено. Не буду называть там имена, там даже не было таких даже имен группировок, там знаешь, вот как-то вот в России там орехов. Ну, Дакторос это уже... Это уже старше были, там... Которые уже были при власти связаны со всеми этими. Потому что это шло все от маленького, допустим. Вот ребята занимаются рекетом, они платят дань там этим... Одну им такую группировку, которая там... Вильнюсская там бригада какая-то, там еще что-то... Эта бильнюсская бригада там еще кому-то там платит. А эти уже там регулируют кто, чего и как. Туда никто не лез. Там их не разборки были. Если вдруг там что-то там помочь или еще что-то там... Безотказно шли помогать. Но те, там вот, которые тут в Вильнюсе эти были перестрелки, там взрыва, взрывы, взрывы эти, только это... Наше поколение оно оттуда не лезло. Потому что не хотело иметь проблем. И как бы хотели спокойно жить. Много кто чем занимался. Кто на... Кто на что гора, знаешь, там... Кто как мог вымыслить это. Кто-то, блин, наркотики продавал. Кто-то, блин, оружиями, там, патронами торговал, блин, знаешь. Ну и в Гринайте говорили. Ну в Гринайте там были уже свои люди. Поставлена такая вот группировка, которая... Группировка там была. Люди, которые продавали оружие. Занимались оружием. Когда они приходишь, вот, у меня есть деньги. Они уже тебя знают, что ты здесь ошиваешься. Что про тебя уже слушок пролетел уже, что ты под кем ходишь и с кем ты общаешься и с кем ты дружишь, кому ты платишь. Ну, как бы обычный человек, если подходили, то они, конечно, могли и тебя кинуть, знаешь, на это все. Ты деньги бы заплатила, ничего бы не получил бы. А вот в Гринайте, да, там могло. Потому что в Гринайте тогда собирались все поиграть в эти аппараты. Значит, только там стояли? Да, первые аппараты, которые там появились, которые доступны были подросткам, подростковым этим. Вот, и, ну, естественно, знакомый, который держал Горюны. Ну, в смысле, держал Горюны. Он, как бы, его... Его люди держали Горюны, дань платили. И он, как бы, он жил в том месте, где мы жили. Я не буду называть его место. Собственно, когда мы приезжали, мы уже с ним здоровались, все нормально. Потом его убили, там, кирпичом где-то. Он уже отошел от этих дел, уже все, уже вроде начало жизнь, там, нормально вести, ну, как, пить, наверное, выпивать начало. И что-то там крикнул на ребят, у него кирпичом убили. И вот, а в свои времена он хорошо там держал Горюны. Он там всегда там, если что надо, пил, и все. Все, кто продавал в Горюны, ему платили, да. Пистолет стоил от 400 до 500, 600, смотря в каком состоянии. Видишь, еще были такие оружия, чистые и нечистые. Если ты покупаешь нечистые, допустим, с этого пистолета кого-то убили, кого-то ранили, то он дешевле стоит. Потому что он уже числится где-то. А если ты покупал чисто, то он, соответственно, дороже был. Автомат стоил, это в долларах. Автомат стоил, это где-то 800 долларов. Самый такой простой, который уже, блин, его надо было еще чистить 25 раз, если хочешь на него пострелять. И магазин 200 с патронами полный. Ну, тысячи. Это самое начало. Конечно, цены там шли и получше. Я не знаю про... Тогда в Горюну можно было, как по тем временам говорили. Но такого не было. Но слухи такие ходили, что... В Горюну можно и танк купить. Ну, танк, конечно, нельзя было купить, но... Противотанковую пушку можно было точно купить. Этот... Как они называются? Мухи? Или как они... Точно можно было купить. Цены не знаю, но это не интересовался. Гранаты по 200 долларов, которые покупали, блин. Ну, вот тут же в аппаратах выигрывали, покупали эти гранаты. Забавно, знаете, взорвается же. Бросали в лесу. Как-то с умом, кстати, к этому все относились. Просто не были такие все, блин, до такой степени лохотроны там такие, знаешь, недавно это все приобретали, понимаешь. Соображали, что покупают. И соображали, как это все делается. Ну, и соображали, что за это могут посадить. И как-то это делалось все по-другому. Машины угоняли некоторые, которые занимались машинами. Магнитолами. Когда был бум на магнитол вытаскивать. Знаю людей, которые вытаскивали магнитофон с машины за 8 секунд. Все просто было. Отвертка, блин. А, отвертка. Отвертка. Прокручивали, прокручивали дверцы. Раньше не такие, как сейчас машины были. Покручивали этот дверцы, открывали двери и вытаскивали. Опыт. Экспириенс, как сейчас говорят. Вот он идет, вот клея машин стоит, он идет в первый проход. Идет, он смотрит, где какой-нибудь телефон стоит. Хороший, там плохой, машина проходит. Отметил 2-3 машины. Другой идет с рюкзаком рядом. Он просто приходит, открывает, вытаскивает, заложит. Открывает и вкладывает ему в рюкзак. Это все, и все, и они уходят. Три момента в рюкзаке. Все, потом продают. А было еще, Мани, это было 94-й год, 93-й год. Это с автомобилей, только-только иномарки начали приезжать, пригонять их сюда. И знаки с машин снимали. Лейб. BMW, Mercedes, вот эти знаки. И их продавали. Даже знаю ребят, которые поехали из-за этого в колонию. В малолетках. То, что знаки сорвали. Да, да, сорвали. Они там полными рюкзаками выносили. По-сниму, сниму, ну, снимались очки. Честно признаться, не знаю, куда это все реализовывалось. Но это было... Говорили, что это можно было продать за хорошие деньги, но я не слышал, что кто-то из этих продавал. Но то, что воровали, вот я даже видел, знаю даже, кто воровал и как воровали. Тоже, как бы, был у кого-то заработок, какие-то деньги сделать, дернуть магнитофон, то-то. Потом уже с магнитофоном мало, ну, уже, как бы, денег мало. Надо дергать что-то, машину какую-то. Дергали машину и... Чаурис Мистялис. Сплав всех автомобилей был. Чаурис Мистялис? Да. Это был один из... Там же это был военный городок. Чаурис Мистялис. Чаурис Мистялис там пооткрывались все сервизы. Наверное, в этих казахах? Да, в 90-е. Были сервизы в Чаурис Мистялис. И вот туда все машины уходили. Но в Чаурис Мистялис-то можно было машину так оставить. Если... Если незнакомый, кто-нибудь незнакомый машину, все, я там на месте дерну. А если кто-нибудь знакомый там приезжал, так уже знали. Так, да, какая-то машина того-то, того-то. То они брали тогда. Так могли дернуть сразу же. А тогда... Я не знаю, сколько сейчас лет дают. Тогда очень было жестоко за машину. Давали 7 лет. То есть ты машину угонял. Не важно. Ты у тебя поймали в машине, тебе дают 7 лет отсюда. Так какая? Подожди, полиция ж куплена была. Ну, это было все равно. Они, понимаешь, по факту мы ловили. Если у тебя деньги есть, ты можешь откупить. А, если деньги. Да. А если знакомый там каких-то братьков? Ну, те, которые знакомых этих людей, они... Говна не дергали. Они уже... Они уже у них план был, как это все реализовать и все. Там никогда ни одну машину, наверное, в 90-х не нашли. Как это все было. Там перебивали, распирали, что только не делали. Ну, если только брали, то покататься кто-то, знаешь, тогда там... Могли поймать. Вот так. Ну, Жигуль какой. Для дела, знаешь, там. Или еще что-то. Москвич какой-нибудь. Все сильнее, сильнее. Все это развиваться. Как, блин, как саранча. Это все. Везде, блин, здесь криминал. Там, там, там. Куда ни сунься. А мне вообще... Меня такого магнитом тянуло, блин. Где вот криминал, я тут же, блин, там. Я уже, блин, собирался уже со студентами, общался уже. Чтобы только отойти от этого. Я уже сам хотел отойти от этого. Не, все равно я возвращался к этому. Там, ты как наркотик. Заводишься, все уже. Ты уже начинаешь. Много очень друзей село в тюрьму. Ну, как-то в бегах подался. Были такие люди еще знакомые. Они занимались машинами. Потом уже, когда открылись границы, начали ездить за границей воровать. Там было вообще лафа. Когда только-только не Германия открылась, приезжали. Люди начали воровать, дергаться. Магазины, там. Вот я скажу такую вещь. Никто в жизни никогда не поверил, что в 90-е возили сигареты. Сигареты возили. С Германии продавать в Литву. Потому что они приезжали в Германию, воровали сигареты с магазина. И привозили блоками. Блоками привозили в Литве и продавали немецкие сигареты. Вот это такое было. Сейчас наоборот. Сейчас наоборот. Тогда в те времена, да, было. Можно было купить пачку сигарет немецкого производства. И они на порядок дешевле стоили здесь. Потому что они как бы воровали, привозили сюда. Там тоже магнитолы начали. И вот когда уже здесь, уже все, это уже опухло. Затем начали уже, блин, как-то контролировать это все. Как-то сигнализации появляются. Этих машин, как-то, было труднее взломать эти машины. Еще что-то. Или угнать. Все вот поехали тогда в Германию атаковать. Вот литовцы дали там. Там и машины. Сначала с магазинов, там и одежду, и парфюмы. И с машин, и, блин, бензин, и машины сами. Там, конечно же, там мотоциклы, то, что начал, блин. Все. Орваться. Люди приезжали в этот, ребята приезжали в этот, как его, в Германию. Приезжали на своем бензине, да, от первого немецкого города. Заправлялись бензином и уезжали. Они даже не платили за бензин, и уезжали. Приезжали в ближайший город, брали все магазины. Ну, в смысле, там, одежду, джинсы, там, как сейчас сложные джинсы. Для нас это дикость тогда была. Вот джинсы сложные. Ну, понимаем, там касса, где находится, ну, как обычно. Там приходили так, вот сумку уложили. Ну, прям сумку там, все складывали. Закрывали сумку, и сумку уходили с магазина. Продавец смотрел на них, и он не думал, что они просто заходят с сумкой и выходят с сумкой. А то, что в сумке уже там полно джинсов, свитеров или еще каких-нибудь там, кроссовок, ботинок. С ботинками тоже, там, прям, приходили мы, говорит, в магазин, вставляли свои плохие ботинки, одевали новые ботинки и уходили с этим ботинком. Там умудрялись такие чуваки делать, что свои старые ботинки они вообще ставили на прилавок, знаешь, так, чтобы обнаглели до такой степени. Ну, и вот начали. Потом уже начали, в Германии уже, уже все еще-то уже все. Ребята занимались даже машинами, гоняли для старших машины. Старшие приходили, старшие ребята приходили, давали список, какие им нужны машины. Те ехали в Германию, брали эти машины. В Германии был свой, который перебивает машины. Они потом, ну, перебивали, они буквально действовало-то на неделю. Номера немецкие, они перегоняли их в Литву. В Литве у них был свой мент, который ставил на регистрацию. Потом его, вроде, посадили там в ментах. Он ставил на регистрацию здесь машины. И они уже здесь реализовались, эти машины нормально, спокойно, чисто, как бы. Ну, это было у них нормально. Тот, кто не занимался такими делами. Потом там последствия были не очень, когда они перехотели этим заниматься. Их там немножко, блин, старше начали давить. Там кто-то куда-то поразбежался после этого. То есть всю жизнь ты не будешь машины гонять, а тем старшим нужно как бы больше постоянно машины. Ты же не можешь всю жизнь воровать, да? Те надо как-то своими делами заниматься. Люди его заработали быстро, да? Там какие-то деньги легкие делал, ха, машины. А на тебе заставляют дальше дальше. Да, да, да. Там вроде как бы впился в это. Вот, хорошо, а там, да. Ты считай, в неделю зарабатываешь 5000 долларов с четырех машин, правильно? То очень хорошо. Считай, ты их дергаешь, притратишься только на бензин. И тебе дают за эту машину там 2-3 тысячи. Там неважно, там хорошие машины брали. Там Mercedes брали, там годовалые, там BMW брали, там Audi брали. Не годовалые, двухлетки были. Хорошие машины. Потом уже, сейчас вот уже трудно были. Ребята брали BMW, семерку, рассказывали. А у нас с этим GPS-навигацией было новое, с новыми наворотами. Говорит, мы еле, говорит, еле увели эту машину. Они ее, говорит, угнали. Менты, короче, за ними менты погнались. Они бросили эту машину. Эту машину владелица уже, как бы, все нормально. Неделю переждали, пока это все успокоится, устаканится. Они пришли, взяли, все-таки эту машину угнали. Все-таки забрали эту машину. Но это по заказу, да, было? Да, это по заказу было машину. Но это делали, вот я не знаю, как тут занимались ребята, которые машины у меня. Вот я знаю ребята, которые занимаются в Германии. Этими делами. Там, в Германии там было до такой степени дошло, что уже вот так вот в магазин приезжали. И уже не брали товар. Уже просто мешок на голову протащить, одевали, кассу вытрясали и уезжали. Два-три магазина и в Литву. Два-три магазина и в Литву. Две недели пьют. Да, такой был. Ну, потом поймали, конечно, их там. Посадили кого в Германию, кого в Литве. Всю жизнь там не будешь так ездить. Потом закрылась Германия. Когда уже все же вычислили, что уже немцы, что если литовцы приезжают за ними ходить, надо чуть ли не за спиной, знаешь. Ну, открылась Швеция. Все поехали в Швецию. А там еще люди не знали, что такое Робство. Как бы знали, но... Таким масштабом, как начали уронули литовцы, там начали это вытворять, то там не ожидали просто. Вот. Такие вот пироги были. Та же схема со Швецией, да? Да, там со Швецией было чуть-чуть уже поопытнее, ребята, после немцев. Там если они в Германию ехали, пока разнюхаются, пока туда-сюда, то уже в Швецию приезжали опытные. Они приезжали, машина на дисках стоит, они сразу уже с этими домкратами, зная, что машина сразу, диски снимали, все, машину на кирпичи ставили, все, уезжали. Там диски, там машины, там какие-то вот... Магнитол, естественно, забиралось, там, смотрелось, что еще можно на Бардачке найти, потому что шведы любили там деньги оставлять или еще что-то, что выгребалось. Да, они не особо ездили. Они брали вот Германию. Во Франции, во Франции очень менты жесткие были, там не лезли. Там попробовали, один раз там получили от ментов дров хороших, там, побили их менты. Нет, не поедем воровать. Ну, в принципе, дальше рвануть, куда-то ехать не было смысла, просто очень далеко. Вот Швеция была паром прямо с Литвы, либо Сталина, приезжали и там начиналось. Кто-то приезжал устраивать. Даже было потом уже такое, допустим, здесь, в Литве, была компания людей, пацаны и все. Они ездили туда, в Швецию, в Германию. Они контролировали всех этих воров. Уже до такой степени было. Допустим, ты воруешь, привозишь товар, приезжаешь в Литву, ты должен им заплатить, чтобы все было нормально. А если ты приезжал работать за границу, допустим, были такие ребята, которые приезжали просто работать за границу, то они выясняли, что ты там работал. А если ты работал, то с тебя не брали ничего. Только если ты начинал там воровать, сразу же. Я знал в Швеции одного вора, вора. Он тренировал воров, как воровать с магазина. Это жестко было. У него тренировалось все, наверное, там, много, ну, как бы не все. Много кто тренировался, как воровать. Он человек со стажем, он просто приходил в магазин с тобой, он показывал, как это делается, все. Ты брал, уходил, выносил, все. И ты платил ему деньги за то, что тебя он выучит. И он с тобой вот так вот три-четыре дня по магазинам, ты, ну, как бы получал корку, корку, вора. И ты начинал воровать, не всегда уже. Я не знаю точно, когда это все закончилось, потому что в 2001 году я, мне сказал уже, один местный участковый, либо ты, говорит, уезжаешь отсюда, либо ты поедешь. Ну, мне пришлось уехать. Ну, сейчас нет такого? Ну, сейчас нет, блин, сейчас поспокойнее, сейчас очень спокойнее. По сравнению с теми временами, это очень спокойно. Везде как-то вот здесь, в Вильнюсе, было какой-то район свое, там, дело, там, что-то тут. Вокзал был, тоже, блядь, бомжей, там, вот, свой клан был, там, знаешь, там, все, там, я вот до сих пор с этой Бознией, вот, когда в Вильнюсский вокзал прибываю, я просто, блин, прохожу, и у меня до сих пор это все осталось, знаешь, я иду уже, там, тут, 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 все, уже смотрю, уже. Может, это уже сейчас уже и нету такого, знаешь, но, единственное, вот, на всех вокзалах, где я был, везде присутствует у меня такое вот ощущение после этого всего. Попадалось такое, тоже хотел пойти против всей этой системы, не хотел заниматься этими делами, тоже было, тоже занимался, не буду говорить, чем занимался, ну, прям, не столь важно, всем, чем, чем, чем только мог. Ну, решил просто отойти от этих дел, не хотел делать эти дела, там, с воровством связаны и со всеми, всеми делами. Ну, мне просто сказали, говорит, хорошо, говорит, нет проблем, можешь ничем не заниматься, поехали. Повезли меня в лес, дави лопату, говорит, копай, яма, ну, копаю, копаю, говорит, блин, глубоко копается, смотри, говорит, чтоб тебе легче. Ну, как удобнее будет лежать. Ну, я уже, блядь, с таким чувством копал, это был не страх, это был... Ну, ладно, блин, раз уж так. Просто, ну, что ты уже сделаешь в этот момент, когда я на тебя наставлю наружу? Дальше ты убежишь? Ну, что, ну, блин, выкопал яму, говорю, так, я говорю, ну, типа, хватит. Не-не, говорит, копай глубже, говорит, чтоб не нашли тебя. Я говорю, ну, блин, дайте хоть, чтоб, ну, тело нашли, так, знаешь, флажок вы поставьте. Говорит, еще, говорит, пошути нам тут, говорит. Ну, в смысле, выкопал я, блин, туда метр яму, может, с метра, ну, по пояс было в яму. Представили оружие, он говорит, ну, что, говорит, ты понял, говорит, в чем твоя ошибка? Ну, я говорю, ну, я понял. И вот этот вот период был, когда они убрали оружие, сели в машину и уехали, и остался вот я ночью. Я не знаю, у меня к ощущению, что я родился заново в этот момент. Когда ты уже смирился с тем, что ты уже точно сейчас вот умрешь, уже все, уже... Просто неизбежно просто это все. Они просто тебя оставляют. Типа, ты понял? Чего? Почему? И как? Ну, ты говоришь, понял. Естественно, понял. Ну, что, вылез с ямы и... Пошел, куда глаза глядят в темноте, выходить из этого леса. Вышел. Вышел на дорогу, дошел по дороге, до города. Я с чувством... Блин, лучше никому это не пережить, потому что такое, блин... Ты лопату забрал себе? Не, они забрали меня лопату. Лопата им нужна была еще для следующего раза. Лет прошло уже, блин, 20, но все равно... Это все... Страх присутствует еще. Субтитры сделал DimaTorzok.